Рад вас приветствовать! Меня зовут Валентин, вы на канале Мика Арчер и сегодня снова буду вырошить одну весьма скользкую тему. Так уж вышло, что вопросы по поводу охоты с луком и выбору этого самого лука в том или ином виде поступают уже очень давно, поэтому делаю отдельное видео со своими соображениями на этот счет. Лично мне эта тема не очень нравится, а точнее сам вопрос очень не нравится, но спрашивают все больше и чаще. Дошло до того, что начали звонить в реале. Например, вполне серьезный огнестрельщик, Воха Старт, начал интересоваться этим направлением, да и вообще тема всплывает с завидной регулярностью. Ссылки в описании. Ну что ж, мне очень часто и в личке и в комментариях задаются вопросы двух типов. Какой лук выбрать для охоты и подойдет ли некий конкретный лук для охоты? Несмотря на то, что я сделал небольшое видео про охоту, поток вопросов ослабел ненадолго. Ответ простой. На мой взгляд, лучный охотник – это человек, который уже умеет хорошо стрелять из лука и уже состоявшийся охотник. То есть, для получения ответа на вопрос, какой выбрать лук для охоты, сначала нужно стать охотником и научиться стрелять из лука. В процессе обучения все вопросы отпадают. Таким образом, в подавляющем большинстве случаев обсуждение выбора лука начинается вообще с другой стороны, то есть не с того, чего нужно. В этом и заключается весь прикол. Лучник такого вопроса не задаст. А если и будет спрашивать, что по матчасти, то вопросы будут задаваться совершенно другие. К чему это? Лук нередко кажется простым, а то и недорогим оружием, которое легко купить безо всяких разрешений. Например, про арбалеты, которые в определенной степени прочь в освоении, вопросов задается гораздо меньше. Но есть проблема. Нельзя просто так взять в руки лук и пойти прогуляться в лес на поохотицу. Почему я вообще делаю на этом такой акцент? В значительной степени случаев мне задается вопрос, можно ли охотиться с таким луком? И кидают ссылки на луки для развлекательной стрельбы, для начинающих спортсменов, а то и просто игрушки. То есть задают вопрос люди, которые охотниками не являются и стрелять не умеют, но уже задумываются, как бы запустить стрелу во что-то движущееся. В принципе, в большинстве случаев такие индивиды вполне безобидны, потому что от клавиатуры отрываются редко. Масло в огонь подливают недобросовестные продавцы и некоторые недалекие обзорщики, которые любят не к месту вернуть словечко про охоту, чтобы задеть авантюрную жилку покупателя. Эти несут чушь и ахинею про любые охотничьи тактические товары выживания, чтобы звучало повнушительнее и покупали поскорее, чем часто вредят. Потому что человек, купив такой лук, у которого охотничьего только название или окраска, и постреляв из него, начинает впоследствии крутить пальцем у виска и считает охоту с луком невозможной в принципе. Состоявшиеся охотники, которым поход с ружьишком становится уже не таким интересным, тоже бывают задающими, задают подобные вопросы по выбору, но звучат они иначе. Эти люди подбирают себе инвентарь для конкретных ситуаций, определяются где и с кем тут этот инвентарь покупать и осваивать, задают конкретные вопросы, ответы на которые они в итоге получают в процессе обучения. Вся соль в том, что лук это просто инструмент. Своеобразный инструмент для многих экзотический и необычный, но это только инструмент для решения определенных задач. Это касается как охотников, так и спортсменов и всех прочих. Поэтому тип, мощность, марку крайне желательно выбирать уже после того, как какие-то навыки появились. Какую выбрать машину? С колесами. Все вышеперечисленное означает, что конкретного и однозначного ответа на такой вопрос просто нет. Вот так вот. Так что те, кто думает, чего бы такого эдакого прикупить, купите абонемент в хороший стрелковый клуб. В принципе все. Дальше можно не смотреть. Нет. Серьезно. Дальше ничего нового не скажу. И будет именно про это. Понятно. Вопросы не закончатся и некоторым хочется послушать поподробнее да с примерами. Ладно, сдаюсь. Для любителей покороче ответ дам. Теперь попробую свое мнение на этот счет высказать подлиннее. По традиции хочу предупредить. Тут сейчас будут высказаны именно мои соображения на этот счет, которые я буду излагать через призму своего опыта. Предупреждаю, что говорить о самих луках, не касаясь некоторых вопросов подготовки, проблематично. Так что пройдет определенное время, по той простой причине, что нельзя неофиту просто так однозначно ткнуть пальцем и сказать, бери вот это. А нужно немного пояснить, откуда корни растут. А это не быстро. Я предупредил. Также еще хочу заметить, что разговор в этом выпуске пойдет именно про луки. Сама охота непосредственная и этика этой самой охоты не являются темой этого ролика. В нашем мире охота существует. Это факт. Что с этим явлением делать, решайте сами. Только вот писанины на этот счет в обсуждении этого видео не приветствуются. Также не является темой обсуждений правовая сторона вопроса. Охота с арбалетом и луком легально во многих странах и возможность поохотиться с луком, не направляясь по пути браконьерства, есть. Изучите законодательство нужной вам страны. Итак, мы определились, что нельзя просто так и однозначно ответить на этот вопрос. Как же тогда поступить? Попробую рассказать. Но для начала важное дело. То, о чем пойдет речь, в основном касается тех, кто знает, что такое охота, не понаслышке. Для тех же, кто только решил вступить на путь охотника, имейте в виду, охоте учатся тоже не в одиночку. У кого-то родственник таскает в лес с малолетства, у кого-то берут с собой знакомые. Да, сейчас во времена коммерческих охот ситуация немного упрощается. И от разновидности охоты тоже многое зависит. Но тем не менее, просто так взять и самостоятельно научиться охотиться, это тот еще квест. Ну, для начала хотя бы просто получите охотбилет и прокатитесь в ближайший охотхозяйство. Учат ли охотиться? За деньги все делают. Можно ли, не будучи охотником, пойти на охоту с луком? Очень скользкий вопрос, но тут финансы решают. Да, подобное можно организовать. Вас отведут куда нужно. Вам могут выставить зверя. Вы можете это делать в вольере и так далее. Но часто охота это назвать сложно. И обсуждать подобное я бы тут не хотел. Кстати, горячим головам на заметку. За подранков платят. Всяким маугли, которые с пеленок чуть ли не живут в лесу. Которые незаметно подбираются к зайцу в траве. Гусю посреди озера подплывают. И у которых самодельные луки на сумасшедшую дальность стреляют. Скажу просто. Если уж припекло, то трезво оцените свои желания и возможности. В интернете вообще каждый второй, если не катачанец, то простой скромный рэмбо. Про охоту с луком ради выживания скажу так. Видео на этот счет у меня есть. Конечно, зависит от ситуации, но в целом считаю подобное малореальным и нецелесообразным. Охота занимает массу времени, отнимает немало сил, а без соответствующих навыков это просто нереально. Ловушки всегда были более эффективны. Очередной момент, который мне неприятен, но который не могу обойти стороной. Есть категория людей, не желающая утруждать себя получением лицензий, длительным обучением стрельбе и вообще разбираться в предмете. Но пострелять пожиловому очень желает. На счастье, большинство таких это простые безобидные теоретики, а из практиков основная масса это или еще не повзрослевшие, или просто не вполне вменяемые люди, у которых охота часто заканчиваться стрельбой по уличной живности. Есть мечтатели. Мечтатели, хотите пострелять и пользу принести? Попробуйте отстреливать голубей на зерных хранилищах. Договориться элементарно, откормленные на зерне голуби реально вкусные. Это вам не городские летающие крысы. Так что тренироваться, тренироваться и шокеры на флушке, флушки на луке, луке в руки. Стрелять в лед это реально круто. Стрелы флуфлу далеко не улетают и с шокером на излете никого не поранят. А вообще настоятельно рекомендую познакомиться с полевой стрельбой и в особенности 3D. Многим и этого бывает достаточно. Вообще 3D турниры для будущего лучного охотника мероприятие не бесполезное. Особенно если с головой к этому делу подойти. Итак, что у нас со стрельбой? Как не сложно догадаться, охотник, который не умеет стрелять, это очень странный охотник. Развитый навык стрельбы для добычи зверя при помощи стрелкового оружия крайне важен. Можно сказать необходим. И для лука, ввиду своих скромных баллистических возможностей, пожалуй даже важнее, чем для огнестрельного оружия. Иными словами, умение стрелять это один из необходимых пунктов целого комплекса навыков, необходимых охотнику. Как научиться? Как вариант, нужно пойти в спортивную секцию и плотно там позаниматься с тренером. Ну или не спортивную, просто так вышло, что спортивных банально больше. В любом случае, нужен толковый тренер-наставник. Эти занятия дадут вам базу, основу, с которой можно дальше будет работать. Вы поймете, что нужно для производства выстрела, как сделать его точным, и сможете дальше осваивать любой нужный вам дивизионный стиль стрельбы. И что касается опыта охотника, с луком охотиться реально сложнее, чем с огнестрелом. Например, в Беларуси, где охота с луком как раз таки разрешена, к подобному мероприятию допускается человек, который уже лет пять отстрелялся. В общем, опыт тут исключительно важен и имеет громадное значение. Возвращаясь к стрельбе, хочу остановиться и поговорить поподробнее про одно явление. Часто слышу про нападки на спортсменов, и что спортивная техника не годится для охоты, поэтому у спортсменов заниматься не нужно, это вредно, посылайте тренеров подальше, учитесь сами и так далее. Нет, это не так. И фразочки из серии «Неспортивная стрельба из лука», «Спортсмены не могут стрелять без килограммов своего обвеса», «Смена дистанции, они сдуваются» и прочие глупости несостоятельны. Неспортивное поведение – это безосновательная корча рожей футболистам на поле. А стрельба в лесу у некоторых дилетантов является неспортивной не потому, что в лесу или по самопальным мишеням, а потому, что корявая. Ладно, по сути. Миф о том, что спортсмены не могут точно стрелять без прицела и килограммов обвеса. Спортсмен-классик уровня, допустим, КМС, через месяц тренировок с луком без обвеса сделает 90% горе традиционщиков, я вас уверяю. Более того, я лично знаю лучников спортсменов уровнем кандидата и мастера спорта, которые с удовольствием выступают в традиции. Как в таргете, так и полевой стрельбе, как с лонгами, так и с кавалериками и выступают достойно. А в скукарике на тему того, что спортсмены не могут, это просто грязные попытки привести человека на свое поле и заставить играть по своим правилам, не давая ему возможности подготовиться к незнакомой дисциплине. Напоминаю, есть такая штука, как филд-арчери. Полевая стрельба из лука, где стреляют не только из луков с обвесом и прицелами, и не на стрельбище с заранее известных дистанций. Кстати, в мире есть и практикующие охотники, которые регулярно принимают участие в турнирах и чемпионатах, как по филду, так и по таргету. Так что, поверьте, у спортсменов есть чему поучиться, было бы желание и голова на плечах. Ну и мы плавно переходим к другой теме. Спортивная стрельба на охоте неприемлема. Из серии, что условия стрельбы на охоте далеко от таковых на стрельбище. Да, так и есть. И доля, правда, тут присутствует. Почему только доля? Банально потому, что нужно сначала научиться стрелять по мишеням, понять саму механику выстрела, понять работу мышц, а потом серьезно и упорно тренироваться стрелять на незнакомые дистанции, на различном рельефе, из неудобных положений, с подходящим для этого луком. Поймите, многие серьезные стрелки тоже начинали с террор стрельбища стендов, а часто из пневмо и мелкашек. Просто во всем нужно начинать сначала. Переучиться на другую прикладку, на другой лук, это не так сложно, как кажется, если знать, что делать. Месяца за 4 взрослый человек вполне может настрелять первый разряд у классиков, а значит уже будет знать, что и к чему и почему. Впоследствии за пару месяцев вполне реально научиться неплохо стрелять на пересеченной местности. Ну, при нормальных занятиях за год учатся даже слоупоки. Ну, без сомнения, разумеется, если есть место, где есть необходимая база и тренеры, занимающиеся стрельбой именно в интересующей вас манере, из интересующего вас лука, это самый лучший вариант, и в мороке будет поменьше. Да, существуют и курсы для будущих лучных охотников, есть тренеры, которые серьезно занимаются полевой стрельбой. Изредка можно услышать об одиночках, специализирующемся именно на обучении охоте. Это отличный вариант, но пока что это у нас редкость, и часто приходится начинать со спортивных секций, а так, если есть возможность, полный вперед. Суть обучения стрельбе, как бы банально это ни звучало, нужно научиться метко стрелять в различных условиях. Да, я в курсе, что на реальной охоте с луком дальше 20 метров стреляют не часто, но и на этих 20 метрах нужно уметь попадать в цель размером с маленькую дыню. Стабильно, гарантированно, в просвете растительности, с возвышения или неудобного ракурса, ну или вообще определить, что стрелять сейчас не нужно. Поэтому фразы типа «Для охоты точность не главная, мы не на Олимпиаде, главная мощь» или «Глупости из серии лучше слабо попасть, чем сильно промахнуться» выдают балаболов с головой. Грубо говоря, если вы своего лука не можете стабильно попадать в 40-сантиметровую мишень на 30 метрах, но из блочного лука на этой дистанции хотя бы из красного не вылезать, то пока что охота с луком не для вас. Кстати, это очень простой тест для вас и вашего снаряжения. Это никакой не сверхъестественный результат, просто опыт и настрелы. Для этого надо работать, а не смотреть всякую фигню на комбе. В общем, это очевидно. Чтобы научиться стрелять, нужно стрелять. Стрелять много и регулярно. Брать в руки лук и работать с тренером, а языком молоть потом. Иначе не работают. Как в толковой поговорке. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Можно ли научиться стрелять самому? Сложнее, намного. Хотя и реально, но не без проблем. Тут какие подводные камни. Самому, не имея дела с арчери, исключительно сложно разобраться в том, что хорошо, а что плохо. Не поддержав нормального лука в руках, не узнать о его возможностях. Не посмотрев на стрельбу специалиста, крайне сложно не то, что научиться стрелять, а понять реальные возможности стрелка. Индейцы, он тоже учится стрелять под руководством старших наставников и делает свои луки с оглядкой на луки предшественников. Так что просто так взять, купить, сделать лук и научиться стрелять охотиться, это крайне малореальный вариант. Ну и разумеется, про сикачей, лосей, медведей и прочий экстрим поначалу лучше даже не заикаться. Для них и опыта надо побольше, и матчасть соответствующая. Относительно инвентаря, я уже говорил в видео про охоту. Ну, по увеличению сложности снаряжения для метания стрел очень условно можно расположить это все следующим образом. Пневматические и блочные арбалеты, рекурсивные арбалеты, блочные луки, классические луки, традиционные луки. Повторяю еще раз и повторюсь еще не раз. Традиция сложнее всего. Да, я прекрасно знаю, стреляет лучник, а не лук. Но элементарный пример. Посмотрите результаты соревнований 3D по дивизионам и сравните очки. Как по мне, вполне показатель. Переходим к самим лукам. Какой лук нужен для охоты? Для начала я всегда всем советую блочный или компаунд. Блочный лук точнее мощнее. Из блочного лука быстрее можно научиться достаточно точно стрелять. Он оснащается самыми совершенными прицельными приспособлениями. Эффективнее и проще удерживается в растяге благодаря сбросу усилию. Плюс, благодаря регулировкам как по вытягу, так и по селе, он весьма универсален для различных ситуаций и применив в любых условиях. Решили податься в блочнике? Заходим на канал Константина Мазилы и просвещаемся. Он все расскажет намного лучше меня. Какой блочник выбрать? Да любой от приличной фирмы. Главное, чтобы по вытягу подходил, настраивался по фунтажу, по вытягу без замены модулей по возможности. И желательно, чтобы обслуживался без пресса. Все. 60 фунтов умеет. На 280 футов в секунду стрелу посылает. На пару-тройку лет хватит, даже если... Дальше сами определитесь. Важнее тут прочность и надежность. Чтобы резьбы не расшатывались, втулки не вываливались, тетивы с тросами не сильно ползли, обвес не плавал. Кому интересно, из компаундов стреляют и навскидку. Есть даже дивизион в ИФА. Голый блочный лук. Самый дешевый лук для развлекательной стрельбы брать не стоит. Пройдитесь по интернету, посмотрите отзывы. Тут дело даже не в стрелковых характеристиках, которые у блочных луков почти всегда лучше аналогичной классике. Из этого лука вы будете стрелять много и часто. Поэтому качество и долговечность лука, его обвес, тетив и тросов имеют очень неслабое значение. С другой стороны, в крайности тоже кидаться смысла нет. Шутка про то, что нормальный блочный лук меньше чем за 1000 долларов не купить, часто является разводом от продавцов. И за вдвое меньшие деньги можно без проблем приобрести блочный лук от известной фирмы. А за 1000 условных единиц можно без напряга приобрести годный лук с обвесом, релизом, стрелами, чехлом и т.д. Бэр это будет, ПСЕ, Хойт, Мэтьюс, Мишн, Боутек или Даймонд. Это все серьезные бренды, под которыми делают замечательные луки с целыми линейками, созданными специально для охоты. И ломать копья, кто лучше или хуже, стоит уже после того, как вы научились стрелять. В процессе обучения разберитесь с настройкой, подгонкой лука, обвесом и прочей чепухой. Но! Блочники нравятся не всем. Все еще есть люди, предпочитающие луки, близкие к их классическому варианту. Причин много. Кого-то отпугивает мнимая механическая сложность или ненадежность блочных луков, что не совсем верно. Кто-то не может понять их дороговизны, забывая о том, что охота сама по себе не такое уж дешевое мероприятие. А у кого-то просто душа не лежит. Ну что ж, попробуем вернуться к истокам. Напоминаю, из классики точно стрелять сложнее, чем из блочника. Так что подумайте, нужно ли вам именно это. Банально сравните такой момент. Скорость стрелы в 200 фпс это весьма приличный показатель для классики. А для некоторых дивизионов практически недостижимый. Блочный желуг, который выдает меньше 280, сейчас считается чуть ли не доразумением. Если сравнивать в джоулях, то блочник может сообщить стреле. Ну, порядка 100 джоулей. А вот у адекватной ему классики будет порядка 60. Ну, приближенно. То есть разница очень серьезная. Особенно в скорости стрелы. А скорость полета это не только мощность, но и настельность траектории. Реально ли вообще охотиться с классикой или традицией? Да, еще и как. И серьезные трофеи с ней берут. Но это реально сложнее, чем с луком блочным. Больше времени нужно потратить на обучение. Большее мастерство проявить. Итак, пункт первый. Традиция. Всякие английские лонгбоу, индейские флеты и прочие цельнодеревянные. Туда же монгольские, венгерские, корейские, турецкие и прочие традиционные. Хоть деревянные, хоть роговые, хоть карбоновые. Забудьте о них. Если вы не потомственный лучник, монгол там, бурят, кореец, индейец или еще кто. Ну или вы долго и обстоятельно не готовились хорошим тренером с соответствующим луком, то про подобные инструменты на охоте даже не заикайтесь. Может быть потом, после того, как появится соответствующий опыт. Да, охотятся с традицией. И с цельнодеревянными луками тоже охотятся. Есть уникумы, которые даже самодельными каменными наконечниками дичь берут. Но это не вы. По крайней мере не скоро. По той же самой причине забудьте про деревянные древки для стрел. Проблем с ними полно, так что не вариант. Повторяю, охота с традицией это уже для очень прокачанных ребят. Для вас на данном этапе существует по сути только два дивизиона. Модерлонг и классика. И классику я имею ввиду для полевой стрельбы и желательно разборную. На олимпике лучше не оглядываться. Это все-таки спортивные снаряды, они часто банально неудобны по размерам и не всегда обеспечивают необходимую мощность. Нет, я не стану сильно спорить. Фазанов в вольере можно и с олимпиком погонять, и косули много не надо. Но я не вижу совершенно никакого смысла создавать себе сложности там, где это не нужно, и забивать гвоздики янкой. Кстати, под олимпиками я подразумеваю вот это. На худой конец вот это. Но не это. Это. Ну и вот это. Нет, с луками для начинающих и луками для развлекаловки не охотятся. Не охотятся, я сказал. Забудьте про сусликов и прочую мелочь. Нет, не нужно изображать из себя чингачгука с луком, рукоятка которого может из 40 фунтов не выдержать, а плечи толком стрелу разогнать. Итак, разборная классика. Первая ловушка будет поджидать вас при выборе фунтажа лука. Все мы, ребята, крепкие, тертые, волков руками рвем, медведей пинками отгоняем. Но тут орлиные крылья придется малость сложить. Да, ничего военного в том, чтобы стрелять, например, из 55 фунтовки, нет. Да, достичь этого можно довольно быстро, и для этого не обязательно быть качком и силачом. Например, я, человек небольшой, физически слабый, еще в 2014-м спокойно стрелял из 55 фунтового лука. Самый мощный лук, из которого я стрелял, это был 70 фунтовый исторический лонг. Растягивал, правда не стреляя, даже 35 килограммовый селф. 60 фунтовый блочник у меня растягивается, хоть с релизом, хоть руками. Только вот научиться метко стрелять из первого лука в 25 кг мало реально. Именно поэтому очень важно пойти заниматься в соответствующем клубе или найти тренера. Именно там в первые месяцы мышцы поймут, чего от них хотят. Там вы получите бесценные навыки на слабом луке, а заодно там расскажут, как не заиметь ненужных проблем с уставами и связками при переходе на больший фунтаж. Можно ли без подготовки растянуть 25 килограммовый лук? Вполне. И два раза, и пять. Только вот хорошая тренировка, это 50-100 выстрелов. Выстрелов, не просто растягивание, и ни обы каких выстрелов, контролируемых, неспешных, с соблюдением техники. Лавливаете? Это еще не все. Есть немалая вероятность, что лук еще придется удерживать в растянутом состоянии. Секунду, две, пять. А то и больше. Охота штука непредсказуемая, дичь движется рандомно. Так что физическая кондиция штука не последняя, и лук до упора выбирать исключительно неудачный вариант. Это не блочный лук, в котором сброс усилия может достигать порядка 80%. Тем более не забывайте, что выстрел из лука, это целый комплекс работы разных мышц, и поначалу его даже с легеньким тренировочным луком выполнить сложно. Поэтому, мои дорогие будущие охотники-традиционщики, рекомендация моя такая. Ваш первый лук – это разборная классика. Рекурсив. Лук, подходящий вам по вытягу. И плечи фунтов 34-36 максимум. Классика тоже необыкакая. Лук должен быть прочным. С рукоятью, рассчитанной на мощные плечи, которые вы потом докупите, должен не бояться непогоды. Быть прочным, надежным, и желательно скоростным. Ой, как желательно. Размеры охотничьих луков Ну, они болтаются в окрестностях 60 дюймов. 68, ой, простите, 58, 62 – само оно. Крайнее значение я бы выбрал 56-64. Больше не всегда удобно, меньше иногда сложно освоить, и не всем удобно. В принципе, бывают и совсем мелкие, но в качестве первого лука таких злобных ребят я бы не рекомендовал. Неразборные луки я бы посоветовал брать уже тогда, когда вы точно знаете, что именно и для чего вам нужно. При этом немаловажный вариант. Лук должен быть одновременно и тихим, тихим в растяге, и тихим при выстреле. Тишина лучше друг охотника, так что подбор материала тетивы, настройка базы, глушилки и прочие ухищрения будут в тему. На что обратить внимание при покупке? В принципе, не лишено смысла мнения, что у некоторых фирм есть модели, специально заточенные по доходу, а есть фирмы, которые именно на этом специализируются. Вообще подойдет едва не любой толковый филдбоу нужного нам натяжения. Например, Хойта и Мартины с металлическими рукоятками и Берпо с деревом. Есть подешевле неплохие рогимы. Современные самики с деревом, сейчас какие-то совсем не те, что раньше. И качество похуже, и брака побольше, да и скорости часто нет. Попадаются приличные производители в Китае. На деле вариантов куча, вплоть до изготовления по индивидуальному заказу. Денег курни клюют? Black Widow, Tomagaf, Border, Win-Win. Все это очень серьезные ребята, все они к вашим услугам. Разборной Берр, кстати, тоже выпускается. Главное, купите себе для начала плечи послабее. Ну или отдельный лук. Они вам еще очень пригодятся. Вы научитесь с ними нормально стрелять. Может захотите соек с воронами в лесу погонять, да в лед флушками популять. А может друзьям дадите пострелять, или неофита в арчере ввести. Технику периодически поправлять на легких плечах тоже бывает очень полезно. Ваши 50, 55, 60, или сколько вы там задумали фунтов, они вас ждут впереди. Можете купить сразу два комплекта. Тяжелые плечи первые месяцы использовать как эспандер. Ну а заниматься и стрелять с плечами полегче. Освоили технику? Можно попробовать стрелять с тяжелыми плечами, не забывая про легкие. Блочных луков это тоже касается в полной мере. Научитесь стрелять с усилием в 40-45 фунтов, потом уже закручивайте на всю катушку. Заодно меньше вероятность стрелы переколотить, или подстрелить что не надо. Собственно, вот такой мой посыл. Сразу в омут с головой тут не работает. Есть еще немаловажный момент. Мощность лука определяется не только фунтами на тетиве. Даже при одинаковом фунтаже, на одинаковых вытягах, одинаковыми стрелами, разные луки стреляют по-разному. Например, 40-фунтовый ротанговый лук для развлекательной стрельбы запустит 400-грановую стрелу ну не быстрее 140-150 футов в секунду. Приличный модерлонг равного натяжения ту же самую стрелу запустит уже немедленно не 170 фпс. Ну а хороший рекурсив и 180 сделает. Луки посильнее могут подобные стрелы и за 200 разгонять. То есть, грубо говоря, стреляя из одного лука, можно косулю насквозь пробить, а из другого лука, того же натяжения, та же самая стрела, от вороны отскочит. В общем, обо что покупать не стоит, и не нужно говорить об охоте с луками для развлекательной стрельбы. Это реально глупо. Говоря о необходимой мощности, это определяется объектом охоты, планируемым боеприпасом, а также вашими предпочтениями и физическими данными. На что-то вполне хватит и 40-фунтового лука, а на что-то будет и 50-ти мало. Как я говорил, универсального ответа нет. И ответ этот придет с опытом. Равно как и выбор древок с наконечниками. Кстати, о наконечниках. Не попробовав настоящие приличные бродходы, не нужно пытаться самостоятельно колхозить что-то. В подавляющем большинстве случаев по незнанию получается нечто несуразное и малофункциональное. Древок это тоже касается. Самостоятельное изготовление инвентаря без знакомства с фабричными изделиями часто просто лишено смысла. Относительно прицельных приспособлений на классике. В принципе, не являюсь противником, но есть несколько моментов. Если вас посещает мысль стрелять с лазерным целеуказателем или коллиматором, купите себе блочник и не морочьте себе голову. Серьезно. Наживете геморрой там, где не нужно. Можно ли с таким в принципе стрелять? Да хоть со спичкой, прихваченной изолентой. Пробуйте, экспериментируйте на здоровье. Тем не менее, против именно прицелов ничего не имею. Можно ли использовать многопиновый прицел на классике? Да. Но 5-7 пинов там вам уже не понадобится. Траектория у классики более крутая, чем у блочника, так что трех пинов хватит с головой. Ну или один ходспот. По секрету скажу интересную штуку, которая произошла лично со мной. Стреляющие интуитивно на сильно пересеченной местности с большим перепадом высот на малых и средних дистанциях часто стреляли точнее стрелков с прицелом. По крайней мере, это касается разброса по вертикали. Дело в том, что стрела, как логично это звучит, летит по кривой. Прицел же показывает прямую линию и при стрельбе с превышениями и занижениями начинается чехарда с перелетами. Прицел навел на нужную дистанцию, выстрел и стрела полетела выше, потому что и лук сильнее задран, траектория завышена. Стреляем с пригорка, опять выше, стрела сильнее разгоняется. Без прицела при наличии опыта получается вносить поправки и целиться намного быстрее, хотя бы потому, что стреляющие интуитивно хорошо знают траекторию полета своих стрел, но это просто единичный случай и совершенно не аксиома. Вон как классики в филде лупят, не говоря о блочниках. Иными словами, прицелом тоже нужно уметь пользоваться. Важнее не сам прицел или его отсутствие, а опыт и подготовка. Относительно стрельбы с релизом из классики. Снова не могу иметь ничего против. Получается и ладно, это действительно не олимпийские игры, правил нет. И кому что нравится, не нравится, это уже их дело. Вполне себе используется. Хотя, как по мне, для стрельбы с прицелом и релизом есть блочный лук. Но это уже мое личное мнение. По обвесу однозначного мнения нет, но короткий стабилизатор еще никому не вредил, да и в имеющееся крепление можно много чего прикрутить. Например, обвес для боуфишинга. Как бы действовал лично я? Какой не блочный лук я бы выбрал? Что бы я делал, если бы мне выпала возможность поохотиться с луком? Ну, давайте пофантазируем. Вдруг у меня появилась возможность в Беларусь съездить за сигалеткой. И решил по многогектарному вольеру в Украине косулю погонять. А то решили снять репортаж и спонсоры канала отвалили денег на поездку в США на белохвостого оленя. Пункт первый. Я бы стрелял два раза в день. Утром и вечером. Причем первые дни просто на технику. А потом регулярно каждый выстрелов это два-три десятка на минимальной дистанции на технику и в качестве разминки. А потом уже в мишень. И каждый день не меньше полусотни. А то и больше ста. Регулярно тренировался бы стрелять сидя и сверху вниз и на разные дистанции и по разным направлениям. Причем первый месяц это была бы только подготовительная работа и вхождение в форму. Во-вторых записался бы на соответствующие курсы и подолгу зависал бы в охотхозяйстве заваливая егеря вопросами. В-третьих взял бы за шею знакомого мастера лукодела и вместе сделали бы лук. Я бы говорил что мне надо и чего хочу это не одно и то же. А он бы воплощал а то и мастер. Из покупных но мне вот такой вот Black Widow очень нравится. Если говорить о луках в дереве. Вообще хотелось бы вот такой вот вин-вин. Свой любимый 40 фунтовый Mother Long возможно бы и отложил. Меньше 40 фунтов я бы лук не брал. Точка. Да хоть на косулю хоть на индейку. Мое мнение для охоты стрела должна быть не менее 380 граммов веса и запускаться должна не менее 170 фпс. Это минимум. Минимум который меня например не устраивает. Себя представляю с 45-50 фунтовкой и 400 грановой стрелой летящей немедленнее 180 фпс. Стрелял бы карбоном. Может фулл метал джекет. Никакого дерева. Стрелял бы скорее всего с полочкой и длинным пластиковым оперением. И разумеется какой бы ни был у меня лезвийный наконечник он был бы бритвенно острым. Подгонку снаряжения по возможности проводил бы с опытным стрелком чтобы стрела с бродом летела точно как и с целевым наконечником. И наверное еще месяц ухлопал бы на точную стрельбу из нового лука с новыми подогнанными под него стрелами и наконечниками не вылезая из леса. Навскидку так. Вообще суть этого видео в том чтобы вы поняли охота с луком это не просто как показывают компьютерные игры или рисуют воображение. Сама лучная охота отличается от таковой с огнестрелом. Нет второго ствола, нет следующего патрона в магазине, нет гидродинамического удара от пули и схлопывающихся полостей, нет передачи диких джоулей и останавливающего действия. Сколько джоулей пули 12-го калибра? Две тысячи? Три тысячи? Больше? У стрелы выпущенные из лука будет порядка сотни. Причем стрела всегда летит намного медленнее скорости звука. Да что там скорость звука? Сейчас не так мало машин и даже мотоциклов, которые могут разогнаться быстрее стрел выпущенных из лука. Даже тоненькая ветка может сильно изменить траекторию полета стрелы. У вас один шанс на точный выстрел по достаточно небольшой убойной зоне не на такой уж большой дистанции. соответствующей кондиции. Вы именно вы выбираете лук под определенные вами условия и руководствуетесь своим опытом. Вы выбираете лук по типу и фронтажу, по размеру и по удобству. Вы выбираете обвес, вы настраиваете его под себя и под стрелы. А стрелы подбираете по весу и спайну. Знаете как ведет себя стрела с лезвийным наконечником, какая у нее траектория, знаете анатомию зверя и много чего еще и все для одного точного выстрела. выбора лука вообще не стоит пока не появятся необходимые навыки. Поэтому на самом деле ответ на тему выбора очень простой. Тот самый, который был озвучен в самом начале. Сначала нужно стать охотником и научиться стрелять из лука. И вы сами поймете какой лук выбрать для охоты. Ну вот и все. Пишите что вы думаете на этот счет в обсуждении и не забывайте обращать внимание на ссылки в описании. стреляйте из лука интересуйтесь стрельбой из лука и спасибо за внимание. С вами был Валентин на канале Мика Арчер до новых встреч пока. Редактор субтитров Редактор субтитров